Девушки отдыхают Мы разыгрываем продуктовый набор от компании «Прода» Тюменский бройлер Чтобы его забрать, нужно было правильно ответить на вопрос Накануне он звучал так Сколько существует наименований продукции гриль торговой марки Трейкурова? 5, 10, 15 или 20? Итак, правильный ответ – 15 Именно тех, кто ответил верно, вы сейчас видите на своем экране Их много, но победитель будет только один Мы определим его прямо сейчас Давай, обратно на счет 3, 2, 1, стоп! И победителем становится Светлана Абрамова Наши аплодисменты Мы вас, естественно, поздравляем Наши продюсеры расследуются с вами И расскажут, как и когда вы можете забрать свой подарок Ну а прямо сейчас мы разыграем следующий продуктовый набор От компании «Прода» Тюменский бройлер Для победы вам также нужно верно ответить на наш вопрос И сегодня он звучит так Внимание, вопрос В каком фильме звучит фраза Шашлык женских рук не терпит Вариант А – авказская пленница Вариант Б – Москва слезам не верит Вариант В – операция и другие приключения Шурика И вариант Г – о чем говорят мужчины Свой вариант пишите в нашей группе «Все включено Тюмень» вконтакте под закрепленным постом Итоги подведем завтра в 16.30 Ну а партнер программы – это «Прода Тюменский бройлер» Куриный шашлык сочный и вкусный Ну это факт известный всем Легче для усвоения организма, чем допустим та же свинина Есть много разных вкусов Сливочный, классический или острый Ну что ж, мы желаем всем удачи А вот вчера жители и городские, и мы в том числе Всем удачи желали участникам благотворительного концерта «Шаг на сцену. Время – это мы» Предприниматели, общественные деятели и профессиональные артисты Объединились, чтобы подготовить программу ради благого дела Ведь все вырученные средства с билетов Направят на благотворительность Репортаж мероприятия подготовила Лиля Тагиева Ирина принимает участие в благотворительном концерте третий раз Она уже играла в театральные зарисовки, читала прозу В этом году в программе «Стихи о счастье» Страшно, всегда страшно, всегда волнительно Всегда думаешь, что ты чего-то не доделал Но тем не менее это очень затягивает, завораживает Потому что это развивает творчество Это развивает твое мышление, твой кругозор, твое общение Это дает такой глобальный импульс Который, в принципе, держит тебя на плаву Всего шаг на сцену сделали более 130 предпринимателей Тюмени Далеко не каждый человек может выйти на сцену И попробовать себя в новом амплуатом Либо в песне, либо в танце И когда ты видишь, как время от времени загораются глаза Когда ты видишь репетиционные моменты Это заряжает и сплочает В каждом номере заложен глубокий смысл Вот песня о том, насколько ребенку необходимо счастливое детство А этот танец напоминает, как важно беречь планету Реализовывать задумки предпринимателям помогали профессиональные артисты Джазовый оркестр, цирковая студия, танцоры и певцы А режиссер определил основную задачу Сделать так, чтобы начинающим выступать было интересно Что им хотелось всегда сделать, но они либо не имели времени Либо стеснялись к этому обратиться И вообще диапазон талантов настолько широк Что мы решили не ограничивать его ничем Кроме, собственно, этого шага на сцену Все средства от продажи билетов отправляются в благотворительные фонды За два первых концерта удалось собрать почти миллион рублей Я всегда считала, что о благом деле не нужно говорить Иначе оно становится неблагим Но чем больше мы привлекаем внимание к этому Чем больше людей участвует, тем больше мы делаем добра Лариса Кирилловна и сама не отказалась выступить на сцене И прочитала монолог Она берет оскарь, и нужно быть примером Хокетливой слегка и неприступной к миру Все успеваешь ты Региональное отделение общественной организации Деловая Россия будет дальше организовывать благотворительные концерты И ждет талантливых предпринимателей в следующем году Ну а теперь пришло время пригласить в студию гостю сегодняшнего выпуска Яркая, эффектная, всегда удивляющая прическами и номерами своих подопечных Кто это? Внимание на экран Анастасия Волкова Анастасия Волкова продюсер, который не боится экспериментов И всегда находится в поиске чего-то нового Идея создать свой собственный коллектив артистов зародилась у нее в 2013 году Так появился шоу-балет Этуаль Затем через год пародийный проект Russian Style После шоу-проект Эпект В коллекции номеров единственное запатентованное в России шоу на гироскутерах Кстати, подопечные Анастасии два раза получали победную звезду премии «Призвание артистов» Настя, привет! Мы будем в эти моменты аплодировать, потому что наши визинки, мне кажется Как тебе наша визитка, Настя, здравствуй? Приятно Всем точку? Неожиданно, приятно Но нигде не наврали Цвет волос, я думаю, что многие зрители сейчас отметят Вот это же, в том числе и в этом выражается твое творчество Всегда яркие прически То дреды, то косички, то яркие цвета Это же смело Ну да, кто на чем Кто-то татухи бьет Кто-то пирсинг вставляет у меня в волосы Я всегда шучу, что волосы не зубы, а отрастут Самое безопасное на самом деле Потому что цвет свисти гораздо проще, чем ту же самую татуировку И часто, даже с чего это пошло в первый раз Я к своей премьере, в цвет премьеры сделала прическу Какой это был цвет? Это был синий как раз Синий, да? Да, 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 да Затянул и так и продолжаешь Но ты пишешь про себя, что ты по признанию и по призванию продюсер Да? Да Как ты к этому пришла? КВН, студенческая весна, все это было в твоей жизни? КВНа не было Точнее был, но он был за кадром То есть я была гостем и друзья у меня были КВНщики Я сама в КВН не играла На самом деле пришло с опытом, потому что Ну как ты поняла, что я хочу вообще в этой сфере Быть задействованной, развиваться? Я стала продюсером случайно Случайно То есть первый раз я услышала на самом деле продюсер, когда меня взяли на работу и сказали Ты будешь работать вот по этой специальности И потом я поняла, что весь мой такой бэкграунд, весь мой опыт как раз таки способствует этому Я прошла путь от дворника Моя первая специальность, это не шутка, в продюсера А артистом была? Выступала? Я артистом была, я выпускница заслуженного ансамбля танца России Ого, ого, народница? Народница, конечно, русские народные Но в определенный момент ты сама захотела быть за кадром? Надоело выступать? Можно же просто быть и продюсером, и выступать самой? Уход мой со сцены это болезненная тема Потому что был момент, когда я с трудом ходила Вот, и я как раз таки начала перебирать другие профессии Где я могу быть счастлива, так скажем Потому что у меня самый главный такой момент Это получать кайф от того, что я делаю Вот, и тогда у меня получился опыт работы на телевидении Потом в пиаре, потом в продажах И потом один творческий проект, который я взяла в Тюмени Это «Бора-бора» на верхнем вору Вот я его начала проектировать, делать на опен-эйре на 5000 человек И потом меня пригласили работать на радио как раз таки в качестве продюсера Но узнала об этом уже, будучи... Устроена на работу Да-да Бывает такое Вот, и за кадром За кадром это такой мой способ Не прощаться со сценой С этими эмоциями Потому что это все-таки некий наркотик Ну сколько сейчас у тебя подопечных в твоем продюсерском центре? Ну, после пандемии Поведили ряды сильно То есть до всей этой ситуации у меня было порядка 20 артистов Сейчас, сейчас вот старенькие вернулись на время пандемии Естественно, каждый чем-то другим занимался Ну, 6, наверное, человек, которые готовы вот прям выступать И два иногда Новые вообще артисты в Тюмени появляются? Которые тебе интересны? И, может быть, которых ты тоже хочешь взять под свое крыло? Я в свое время очень хотела взять музыкальную группу Потому что танцоры у меня есть Вокалисты у меня есть И вот музыкальную группу А это то, что многие любят, да, на своих мероприятиях? И любят, но у меня больше, вот когда я начинала Начиналось шоу балетов И потихоньку я собирала такой пазл Если проследить мои новинки Особенно новогодние темы Можно посмотреть там один номер в красно-зеленых тонах Потом вокал в красно-зеленых тонах И потом, когда уже мы там взяли звезды Получили доступ к большой сцене Золотые ворота Сибири Я это как пазл собирала В одну большую яркую постановку Где разом 20 человек вступает И вот еще бы туда и живую музыку И это было бы... Но не нашлись эти люди, да? То есть ты началась с того, что я хотела Но новых не появляется? Ну, было две попытки Был даже конкурс в одном из ресторанов крупных Где были молодые таланты И мы с ними поговорили Но они захотели развиваться самостоятельно Артисты у нас... Это большая проблема бэндов, коллективов, групп Скажу, как человек, который столкнулся с такими же ребятами И вот нас собрать, музыкантов Которые бы инструменталом поддерживали мероприятие Было очень сложно И удержать их тем более... Потому что все метят в Москву Или что? Они хотят именно доступ к большой сцене А не выступать на свадьбах, корпоративах А если это день рождения... Ну, тут больше зачем делиться? Если можно самим Когда я пришла только в шоу-бизнес, да? Региональный И говорила, я продюсера Это воспринималась, так и Пригожин, что ли Или Стивил Спирдберг То есть не понимают, чем так же ты занимаешься Сначала, как бы, для чего нужен продюсер А я же все сам, я же молодец Потом потихоньку, когда начало это все развиваться Понимание, что, ну просто, что у кого есть продюсер Тот развивается гораздо быстрее Естественно И лучше продается в первую очередь И лучше продается, и качественнее То есть упаковочка-то она покрыт Но ты хорошо продаешь Да Да? Тогда предлагаю прийти Да, мы подготовили для тебя небольшой интерактив Который называется А ты точно продюсер? О-оу Ну смотри, Настя А Кристина нашла для тебя четырех артистов В интернете нашла их видео Начинающие Да, прямо сейчас твоя задача Нам, как будущей, в кавычках, Антон, прости Супружеской паре На свадьбу Ну, свадьба впереди, да Да, продать этих артистов У тебя получится? Подстава-подстав, конечно Но я попытаюсь Давайте Мы готовы Поехали Так, ну что я могу сказать Это сразу Зажигательный топовый номер На вашей свадьбе Плюсы в том, что присоединиться Может каждый гость Вот И справится любой Посмотрите, какие легкие Но Зажигательные движения Это репетиция А, это только репетиция Это репетиция, да Соответственно, артистизм мы добавим И костюмы, естественно Что-то по наряднее, да, хотелось бы Да Наряднее будут просто фееричные костюмы Перья, стразы Ну, а у мальчиков и у девочек разные костюмы Там стилистики Или они все будут одинаковые все-таки Мы будем в одной цветовой гамме В одной стилистике Под цвет вашей свадьбе Неплохо, неплохо Так, ну хорошо, ну давайте посмотрим, кто еще есть Ну, это, это страсть Это любовь И прежде всего, это классика Вот классика, она на любое мероприятие зайдет И всегда актуальна Очень рекомендую Но гости поймут, что мы потратились на праздник? Конечно, да? Мы еще больше вот так будем раздувать щеки И махать платьями, что точно поймут И тогда давайте вместо вееров возьмем эти денежные пистолеты Чтобы эффект не было И мнением готова? Мачечки такие Да, да, да Любые коррективы Без проблем Отлично, хорошо Идем дальше Еще есть один артист Это, конечно же, оригинальный жанр Куда без него Оригинальный жанр Это ценно Это самый редкий жанр Вообще в шоу-бизнесе И точно вы делитесь Живой? Да? Конечно, живой Да? Да, да В Тюмени такого не было еще Это эксклюзив Я тоже не видела Есть один вопрос Единственный вопрос В туалет будет уходить? Да нет, это не так важно Как вы расплатитесь с этим артистом? С этим артистом? Это особый вид артистов Они работают за еду А в Тюмени вообще таких много? Почти все в Тюмени хотели В Тюмени таких много, кто работает за еду? Скажем так, такие и есть Такие и есть Хорошо, у нас последний артист В нашей сегодняшней копилке Внимание на экран На вашей свадьбе, конечно же, будут дети Да и вообще все взрослые Это большие дети Поэтому рекомендую под конец мероприятия Внести вот такую вот изюминку Ну и думаю, гости уже особо не заметят разницу А вы сэкономите Потому что в продуктовой линейке оно подешевле будет Да, да, еще Вот этот номер мы должны оставить на финал Я правильно понимаю? Дети будут думать, что это аниматоры А гости, что настоящие животные Да, да, да Кольцо, цирк, огонь, все сделано Кстати, вообще, в принципе, с костюмами сталкиваетесь Вот с такой проблемой, что сложно реализовать твои идеи в Тюмени Да Начнем с того, что продюсер, он не совсем продавец Да, и сейчас был а-ля такой продюсер-барыга Да, вот главная роль продюсера, который многие не понимают Продюсер, в первую очередь, упаковывает Сначала он раскрывает талант артиста Потом упаковывает его, чтобы Впаривать можно, да? Чтобы впаривать не надо было То есть, естественно, на определенную аудиторию И, соответственно, уже готовый красивый продукт Он уже интересен заказчикам Но артисты часто сами про деньги не могут говорить То есть, кому-то не стыдно вообще за свою работу брать Кто-то, может быть, неправильную цену И вообще не знает, как оценить себя Вообще, каждый должен сниматься своим делом Каждый, то есть, артист, он должен быть всегда свежий Вкладывать свое время в развитие там вокала Либо, ну, где он, оригинальный жанр Либо танцевальный Он должен вкладывать свои силы туда Если он будет тратить время на продажи На общение с аудиторией На отслеживание трендов И еще вот такой вот список Включая продумывание образа, репертуара Встреча с партнерами, с площадками В общем, все, в чем занимаются продюсами На свой талант времени не останется А в плане костюмов Были трудности Почему? Потому что я пошла Довольно сложной дорогой В региональном шоу-бизнесе Я не стала делать, как все Я стремилась создать какой-то свой продукт Потому что, повторюсь, первый у меня был коллектив Это шоу-балет И в любую группу шоу-балета «Зайди» Было по порядку Цыганочка, Канкан, Бразилия И это пользовалось спросом Даже до сих пор цыгане, мне кажется Даже в пандемии не пострадали Не пострадали? Они у нас тут не так давно выступали На нашей здесь площадке, да? Приходили в гости? Мне писали, там, нам нужна цыганочка На свадьбу Я говорю, у меня нет И даже были такие комментарии Вам что, денег не надо? Сделайте Я говорю, так вот любой шоу-балет Откройте и возьмите И возьмите, да, действительно Да А я шла вот именно к тому, что что-то свое Я очень люблю мешать Разные стили, разные направления Именно это, я считаю, шоу-бизнеса Хочу подытожить игру Я думаю, что заверните нам, пожалуйста, страуса Ты нам его продала Прям идеально Я бы тоже выбрала Да, насчет остальных мы подумаем Но все-таки Вот, однако не все зрители тюменские, мне кажется Такие лояльные, как мы Насколько вообще тюменский зритель привередлив? Зритель и организатор Он же тоже вас выбирает Насколько они привередливы? Зритель на самом деле Зависит от организатора Вот, намного проще было бы артистом в Тюмени Если бы организатор был на стороне артистов Потому что организатор как раз-таки Может преподнести, почему именно этот номер Точнее, если он может преподнести, почему именно этот номер И эти артисты нужны в программе Зритель доверится Если нет Если организатор сам сомневается То, естественно, и покупателей нет Бывает такое, что Организатор делает мероприятие А по рекомендациям и ко мне приходят гости И они, когда выбирают самостоятельно Допустим, все заходит, все отлично Хотя изначально организатор рекомендовал что-то другое И бывает наоборот Когда гости ищут что-то себе Но грамотный организатор говорит Давайте мы вот это вот лучше не будем брать Не будем смотреть, что на тысячу дешевле Потому что качество, ну как бы вот здесь вот-то получше будет И лучше впишется Вот, то есть по-разному бывает Зритель в Тюмени на самом деле лояльный И что радует, он стал более воспитанный Что это значит? Есть такое А ты как вы чувствуете? Чем более артистов региональных, я считаю Не поддерживают или что? Как вы это понимаете? Они более стали культурными, так скажем Перестались вот это Ну-ка, амурку магешь Вот эта фраза практически, мне кажется Ну, мы выступаем непосредственно Прям вот рядом со зрителем Региональный артист Учитывая все технические моменты площадок наших ресторанов Вот примерно вы сидите, а перед вами артист Это небольшая сцена, где артист где-то далеко и может развернуться То есть бывает вот прям вот здесь И зритель может, грубо говоря, не поднимать лица из своей тарелки Громко разговаривать Либо вообще встать и пройти посередине зала во время танцевального номера Либо вокального А еще у нас есть прекрасные площадки Точнее были, слава богу Когда туалет был за сценой Вот это вообще прелесть Когда ты выступаешь Были такие А вообще возможно в Тюмени работать Вот именно работать артистом Чтобы нигде потом больше не подрабатывать Или все-таки вот артист это подработка? Ну вот это как раз та боль С которой я боролась Я организовала продюсерский центр Изначально я работала официально Еще один моментик регионального шоу-бизнеса Больше работают подпольно Я делала именно продюсерский центр Все эти патенты Юридическое лицо Конечно Больше у меня и юркомпаний в партнерах Я стремилась как раз дать рабочие места Я обучала своих артистов Все танцы на ТНТ Вот хореографы, которые переезжали в Тюмень Мои всегда были там Но больше отношения, конечно, было Что это как подработка Но немного под другим моментом Зарабатывать можно было хорошо Золотой период Когда все было хорошо с мероприятиями Я была как раз агигей После победы на премии призвания артист То есть такой запал вдохновения появилось У меня получали по 50 тысяч рублей Танцоры работают только пятницу-субботу Я считаю, для тюменского шоу-бизнеса На шоу-балете, допустим, три минуты оттанцевал Там несколько номеров Один артист получал 50 Не на весь коллектив Нет, нет Сейчас такого нет Пандемия все-таки отразилась на этом бизнесе Ну, конечно, сейчас мы еще И работать толком не начали И ты для себя даже новое направление нашла Это как раз антипоходы Это как раз связано с тем, что мероприятие как минимум просто И ты уходишь в другое русло, да? Я сменила акцент Продюсерский центр я оставлять не хочу Потому что все-таки творчество Это мое самовыражение Это мой контакт со зрителем и со сцены Я это безумно люблю Но сейчас на этом В той мере, когда пандемии не заработать Это первая причина, почему я ухожу В направлении антипоходов Это клуб путешественников И второе Это как раз-таки там Есть возможность В сообществе обмениваться опытом Отдыхать на природе Что я безумно люблю Мне кажется Внутри, я имею в виду, не возникает ни у кого Я лучше, ты хуже Как это бывает, когда артисты собираются в общество Там нет такой необходимости Потому что каждый занимается своим делом В основном это предприниматели, блогеры Либо руководители И для них ценно именно общение Знакомство, нетворкинг Мы в этом направлении, конечно, тоже желаем тебе удачи Но все-таки надеемся, что шоу-бизнес в Тюменске Ты покидать не будешь Спасибо, что сегодня ты к нам пришла Заглянула, рассказала Очень интересную внутреннюю информацию И пока-пока Счастливо Развития тебя Ну и в завершении выпуска Новый рецепт от нашей коллеги Анастасии Семяниевой Для того, чтобы вы сегодня не ломали голову над тем Что же сегодня приготовить на ужин И завтра на обед Всем привет Сегодня на нашем столе фарш, куриное яйцо А также грибы Поэтому предлагаю приготовить мясной фарш С добавлением яично-грибной начинки И первым делом займемся грибами Их необходимо нарезать и обжарить на сливочном масле с добавлением лука Пау-птицефабрика уже второй год принимает участие в крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков России и Восточной Европе Продэкспа Фарш изготавливается из охлажденного собственного сырья Мясо сбалансировано по витаминному и аминокислотному составу Грибная начинка готова И теперь мы займемся куриным фаршем Из которого сделаем импровизированное тесто для рулета В фарш добавьте соль, перец, ваши любимые специи Немного майонеза, естественно яйцо Если вдруг ваше тесто получилось немного жестковато Добавьте чуть-чуть муки Наш импровизированный фарш готов И теперь его необходимо равномерно распределить по пищевой пленке На распределенный фарш выкладываем обжаренные грибы А также заранее отваренное яйцо Фабрика занимает четвертое место по объемам производства яйца в России И второе по производству продуктов глубокой переработки Отпекаем рулет при температуре 180 градусов до полной готовности Пока выпекается наш рулет, мы приготовим яичный соус Для этого нам потребуется желток вареного яйца А также желток свежего яйца Сметана, майонез, немного чеснока, но и ваши любимые специи В этом году ПАО «Птицефабрика Боровская» вывела на рынок наш флагманский продукт «Боровское яйцо» И за столь короткий срок уже получила признание «Боровское яйцо» получила золотую медаль в номинации «Лучший продукт 2021» Готовый рулет подавайте с соусом и приятного вам аппетита! С чего начинается вкус? Вкус начинается с вдохновения Вкус начинается с эксперимента Радоваться привычному и радовать других Птицефабрика Боровская Вкус начинается здесь И на этом у нас все, рады, что этот вечер вы провели в нашей компании До встречи в эфире, пока-пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова